Краткий пошаговый план вы найдете в конце видео. Здесь мы рассмотрим подробно каждый этап, как китаец научил меня размножать яблони. Однажды заметил, как один старец сидел и прибирал на рынке яблони. Все они были крупные и ярко-красные, но только некоторые из них он откладывал бережно в сторону. Что, собственно, и заинтересовало меня. Стал наблюдать, пока он не начал свою историю, которую хочу рассказать вам. При наблюдении, представьте, большой рынок, и я встал, смотрю, а что это он там такое интересное делает. Ну, 4 лотка, огромных, наверное, килограмм по 20, и среди этих лотков, наверное, только яблочек 10 было отложено. А за ним, за китайцем, за спиной, стояли уже горшки с саженцами. Ну, можно называть саженцами, но видно, что там от силы месяц было им. Зеленые листочки, внутри этого горшка яблочка, и посредине растет этот саженец. Ну, да ладно. У него ситуация была сложная, ибо с покупных ему надо было взять именно те, которые естественным путем стали красными. Что, собственно, по косвенным признакам определить очень сложно. По косвенным признакам некоторые спелые яблоки обладают точкой у плодоножки. Такое то ли гнилушка, бывает просто поеденная, и один из факторов его выбора был как раз на переход точках. Но далее есть мягкие и жесткие сорта. Естественно, он каждое после пробовал, и если определял правильно, то откладывал в сторону. Далее идет этап очистки нижней части. Ножиком выскабливает и смотрит, чтобы часть была сухая. В дальнейшем это важно. То есть без лишних срезов просто вычищает эту часть. После чего дезинфицирует внутри чесноком, раздавленным. Тщательно протирает. Ждет примерно 10-15 минут. Пока мы говорили, они лежали в сторонке. И закладывает туда слизь с среза алоэ. Ставит этим местом блаток с землей. Через неделю готовый саженец. А что с плодоножкой? Она вырезается, как и часть верхней кожи. Он говорил, что туда можно закладывать семена других сортов. Получится идеальное перекрестное срастание. Правда, мне не верится. И проверять времени нет. А вы что думаете? Такой способ, он очень простой и очень эффективный. Если резюмировать все по шагам, то первое, нужно взять спелое яблоко. Второе, вырезать нижнюю часть. Третье, продезинфицировать чесноком. Четвертое, заложить туда алоэ. Всю эту емкость, которую вырезали, заложить алоэ. Пятое, поставить в емкость с землей на прорастание. Можно сверху укрыть полиэтиленовой пленкой. Либо баночкой просто накрыть. Это не важно. И ждать, пока с центра, там где плодоножка, там тоже вырезается, уже не пойдет саженец и не пойдет расти наше будущее дерево. Также он говорил, что можно туда прям свежую ветку втыкать, только чтобы она не доходила до части алоэ примерно на сантиметр. И через пару недель там будет очень мощная корневая система. Опять-таки, последнее я не проверял. А вот первое, по выращиванию яблони из яблони, проверял, работает. Спасибо, подписывайтесь, заходите на этот канал, твоя дача.